Ценить успешность и точность прогнозов. Делать ставку на перспективность. Искать баланс цели и средств. Стать героем важной персоны. Для начала хотел бы прояснить нюанс с вашей датой рождения. Потому что во всех источниках и, насколько я понимаю, в документах указаны 25 декабря, а по факту вы родились 25 ноября. Как так случилось? Родился я в селе Савинска, Архангельской области. Отец там за длинным рублем поехал туда с молодой женой и маленьким сыном, моим старшим братом, к сожалению, на непокойном. И регистрировали меня 2 января. Ну, север, холодно. Не исключено, что в сельсовете после Нового года народ хорошо погулял. Поэтому в моем свидетельстве о рождении 3 ошибки. Две в имени и одна в дате. В имени заметили родители и исправили. Там стоит штамп, исправленному верить. А вот с датой, ну, 25-й, 25-й тоже, видимо, не досуг было, как говорится, свериться с календарем. Ну, когда обнаружили, это мы уже жили в Подмосковье, а я обнаружил то, что у меня по документам 25 декабря, когда вступал в комсомол. До этого как-то мне не досуг было документы смотреть. И когда я вступал в комсомол, это было 7 ноября, и поскольку надо было ячейку в классе образовать, два моих одноклассника, им уже было 14 лет, а мне к 7 ноября, ну, почти 14, и меня взяли третьим. И когда я выложил свидетельство о рождении в райкоме, и мне инструктор райкома комсомола сказал, так у вас же в декабре, вы говорили, что вам не хватает там 2 недели, а вам же полтора месяца не хватает до 14 лет. И меня приняли в комсомол под честное слово, что я привезу справку о том, что я родился действительно 25 ноября. Ну, я запрос даже сделал в роддом, но архивы не сохранились. То есть обманом проникли в комсомол, и, может быть, благодаря этому таким активным бойцом. В таком не самом экзотическом имени, как Александр, можно сделать две ошибки. Какие именно? Там какая-то буква была пропущена, где-то и клякса стоял, писали же перьевой ручкой Макарии в чернильницу. Это очень действительно такой любопытный момент. Ну, при случае я могу предъявить это свидетельство о рождении с многочисленными штампами. Вы упомянули старшего брата. Как его звали и чем он занимался? Брата звали Геннадий. Занимался. Ну, он разными вещами занимался. Ну, где-то так больше связанными со строительством и бизнесом, тяготеющим к этой области. Ну, такого бизнеса у него особого не было, но потихонечку чем-то занимался. Был то, что сейчас называется представителем МСП. Скорее, малого, чем среднего предпринимательства. Вы были близки? Ну, достаточно. У нас разница меньше двух лет. И поэтому мы как-то и в школьные годы параллельно шли всегда. И я его компанию знал, он мою компанию знал. И когда жили и в Капотне, и в Кузьминках, и в футбол играли по утрам до школы вместе. Ну, и в последующие годы, когда я был уже и вице-премьером, и депутатом, и так далее, мы достаточно часто встречались. Ну, не могу сказать, что мы были, как говорится, душа в душу жили, потому что общение все-таки в силу, может быть, моей занятости было не таким частым. А племянники есть? Да, племянники есть. И племянник, и племянница. Ну, брат мой был достаточно активен в семейной жизни, трижды женат, поэтому у него трое родных детей еще там были, как говорится, приемные. Не совсем я активно общаюсь, но... А они знакомы с Дмитрием Александровичем и с Евгением Александровичем, с вашими детьми? Ну, скажем, племянница, Алена, да, она просто довольно часто бывает на мероприятиях, которые устраивает Евгения, по линии бизнес, школы РСПП и так далее. Это племянник. Племянника я вижу реже. Ну, чаще я, честно говоря, вижу брата на Троекуровском кладбище, чем племянников. А Дмитрий Александрович, кстати, чем занимается ваш сын? Дмитрий Александрович, он... Я работал одно время в МИДе, и мне удалось детей пристроить в хорошие школы. Сын заканчивал лицей при Эньязе с французским языком, и так ему нравился французский язык, и у него такой был замечательный преподаватель, что он вообще, значит, поначалу решил, что французский язык – это его профессия. И он говорил, вот, представляешь, говорит, как я буду хорошо знать французский язык, все в оригинале читать и так далее, и сидеть будешь в будке синхрониста. Ну, одним словом, я его супругой говорил сдать экзамены на юридический факультет МГУ, хотя он уже по итогам выпускных экзаменов, тогда такое возможно было, был зачислен Морисом Торезом, ныне лингвистический университет. И он с легкостью пошел в МГУ сдавать, как подарок родителям. Но как только он сдал на юрфак, вот тут-то мы за него принялись, объясняя, что юрист – это более перспективная профессия, чем переводчик. А сейчас он не верит, что у него были такие порывы быть лингвистом и переводчиком. Он очень хороший юрист, закончил, кроме юрфака и МГУ еще, школу права в Дьюк-юниверситете в Северной Каролине. Сдал так называемый бар-экзам, имеет право защищать интересы клиентов в американских судах, чем он, по-моему, всего лишь один раз воспользовался. И он в основном работает в то, что называется legal council, то есть в тех или иных компаниях он как бы первый юрист, скажем так. Надо сказать, меня тоже родители, мама в частности, выпихнула в экономисты, можно сказать. Когда я заканчивал школу, то первый был у меня порыв пойти в МГИМО, и даже я проходил неплохо. Ну, у вас подходящая биография совершенно, рабочий, пролетарский. Мать учительница, отец рабочий. И я по всем анкетам просто блестяще проходил. Ну, вы же отличник в школе. В 10 классе, условно, хэдхантер, если можно так назвать, один из МГИМО приходил, и я попадал в шорт-лист, так сказать, кандидатов, которых они отбирали. Второй приходил из военного института иностранных языков. Это, условно, подготовка. ГРУ. Да, и, надо сказать, наверное, мог бы преуспеть. Мы знаем многих людей, которые шли по этой линии и сейчас занимают ключевые посты в государстве и в бизнесе. Но из-за близорукости меня вычеркивали из этих списков. Тогда, когда я заканчивал школу, у меня где-то было под минус 9. Ого. Поэтому говорили, ну, есть минус 5, минус 6, еще куда не шло. Ну, а так, поскольку, может, иногда придется, если не стрелять по-македонски... То внимательно приглядываться. ...приглядываясь за кем-то, то лучше иметь хорошее зрение. А на эконом-фак я попал тоже достаточно случайно. Ну, во-первых, я ходил довольно долго на подготовительные курсы в МИФИ, поскольку от Кузьминок Москва речи не так далеко. И поездив туда, я понял, что физика и естественные науки – это не мое. И где-то за несколько месяцев до окончания школы не было понятно, куда идти. И тут к нам в школу приехали очередные агитаторы, хэдхантеры. И один из них оказался экономистом, который говорил о своих друзьях многочисленных, которые являются профессорами МГУ. Ну, так прикинул, понял, что профессором МГУ неплохо стать, наверное. Подал документы, но, надо сказать, не прошел. На дневное отделение первый год поручился на вечернем. Ну, что-то я там математик, ошибся в каких-то задачах, думал, что я решил. Оказалось, что это решение не совсем верное. Хотя бы ответ правильный был. Ну, и поскольку с отличием первый курс закончил, он был переведен с почетом на дневное отделение. А вот мама моя, поскольку я на вечернем учился, она меня сумела сначала устроить лаборантом на экономический факультет в лабораторию народа и населения. Это слово «демография» было под запретом, было народа и населения. А когда контракт у меня трехмесячный кончился, она же меня нашла, звоня по телефону, по телефонному справочнику, нашла место научно-технического сотрудника в Центральном экономико-математическом институте. Кстати, где я докторскую потом защищал. И я вот до перевода на дневное отделение поработал еще в Академии наук. Поэтому вот не только я, как говорится, подталкивал своего сына, но и меня, маму в частности. Я, насколько знаю, она на том этапе по специальности не работала, но она учитель, да, у вас по образованию? Да, ну, на самом деле, знаете, вот не так просто было оказаться, вот у меня брат родился в Тульской области, там такой Сталиногорск город был, Новомосковск сейчас, там строительство было большого комбината. Потом поехал на Подплесецк, там крупный лесопромышленный комплекс. А вот в Московскую область попасть было в те времена довольно сложно. Поэтому и мама, и отец, они, что называется, вынуждены были сменить профессию. Но для отца это было проще. Он там 6 лет, в том числе 4 военных, крутил баранку в армии. Поэтому, как бы, востребованная профессия. Маме пришлось тогда идти на Люберецкий ковровый комбинат и работать ткачихой буквально. Это то, что называлось одно время лимитом. И жили мы... Лимитчики, да? Да. Жили мы вот в Капотне, это Люберецкий район был. То есть это еще не была Москва, да? То есть это не была Москва, и не сильно и в бараке, и в подвале, и в коммуналке там жили. И опять-таки по этой же линии, через служебную площадь, перебрались наконец-то в отдельную квартиру в Кузьминке. Но тогда уже в Кузьминке перебрались потому, что Капотня уже была Москвой. Ну, а Капотня, запах завода нефтепорабатывающего, конечно, я не чувствовал, привыкаешь. А сейчас, когда я туда подъезжаю или ездил во время там избирательных компаний, сразу ощущаешь это. А тогда мы не чувствовали. А то, что Москва, река рядом, стадион был под боком и так далее, все это более позитивные эмоции. Она была учителем чего, какой предмет она преподавала? Математику она преподавала. А, математику она преподавала? Она математику в начальных классах преподавала. Еще у меня родители, очень странная история, они и отец, и мама из Орловской области, и из одного района даже Орловской области. А познакомились совсем другом, да? А познакомились, да, уже, так сказать, в других местах после, так сказать, многочисленных, видимо, перемещений. Где-то судьба столкнула. Кстати, отец у меня и на Донбассе поработал тоже, так сказать, на украинской территории. И частично на территории самопровозглашенных республик. Поэтому действительно исколесил. Я помню, сейчас мало фотографий осталось во время многочисленных переездов, многое растерялось. Ну, где-то даже фотографии были, что он на берегу Охотского моря стоит, и туда он мотался в надежде заработать много, побольше, по крайней мере. Это называлось «гоняться за длинным рублем». Да, да, да. А вот как вы относитесь к тому, что слово «деревня» в современном лексиконе носит такую выраженную негативную коннотацию? Ну, в контексте того, что у вас и родители оба из деревни. Это всегда так было, или это только сейчас такое отношение? Знаете, на самом деле, я не ощущаю, что сейчас слово «деревня» имеет негативную коннотацию. Ну, масса есть каких-то… Нет, оно имеет негатив, скорее, знаете, все с чем шло. Образ деревни – это заколоченные дома, старики, которых немного осталось, разбитые дороги, отсутствие фельдшерского, макушерского пункта, школы какой-то и так далее. Ну, вот я вот до школы провел год в деревне у бабушки с дедушкой по отцовской линии. И деревня была небольшая, но на пригорке стоял. Из пригорка было видно большое село Упорой, которое даже посещал Никита Сергеевич Хрущев, открывая спиртзавод, как рассказывали деды. И в деревне там что-то 10-12 домов было, наверное, как мне помнится. И, знаете, у меня очень позитивные воспоминания о своем деревенском детстве. Ну, конечно. Потом на лето приезжал, я там и плавать научился, и дед самогоночки мне давал, чтобы мне во время простуд каких-то и так далее. И все особенности деревенской жизни я там смог увидеть и познать. Ну, в частности, как коровы не только пасутся, но и, как говорится, бык, стоя на холме, смотрит, как пора или не пора спускаться. И рыбу в преднем ловил, и ездили на станцию с дедом по реке, замерзший магазин за хлебом и так далее. И у соседей дохлую корову из хлеба вытаскивали, через сене помогали там. И кукурузу воровали в поле, боясь, что объездчик стрельнет из ружья солью в одно место и так далее. Поэтому у меня очень позитивные воспоминания. А сейчас действительно вот такое негативное восприятие деревни, оно действительно связано, скорее, с состоянием некоторых деревень. Когда я был младшим научным сотрудником, дети появились, мы тоже искали, где бы дом купить. Знаете, вот до сих пор самое у меня позитивное восприятие в одном деревенском доме на берегу Клязьма в Владимирской области, где он был из хороших бревен, половые доски какие-то очень огромные были. Но у них не было тех 4,5 тысяч рублей, которые этот дом стоил. Поэтому, на самом деле, я думаю, деревню, конечно, можно и нужно возродить на новой основе, безусловно. В фермерском формате, вы имеете в виду. В фермерском формате. Но для возрождения, безусловно, нужны прежде всего дороги хорошие. То есть мы должны страну как бы соединять между собой, чтобы не было оторванности. Ну, конечно, Европа – это континент маленький, Россия в этом плане более сложная конструкция. Но, тем не менее, в европейской части, я думаю, деревню можно восстановить на основе развития фермерства. Ну, чтобы закрыть полностью уже семейную тему, о внучках, внуках, у вас пятеро, как они распределяются между детьми? И я обратил внимание, что… Распределяются они очень непропорционально. У сына только один сын, ему уже вот 12 лет, думаю, скоро. А у дочки четверо. От года до девяти лет. Ну, первая, правда, группа товарищей плотно шла. 9, 8, 7. Погодки? Да, погодки один, как и с отрывом. Вот только что отметили первый год жизни его. Ну, надо сказать, что Евгения, она, так сказать, несмотря на то, что почти многодетная мать, по формальным даже критериям, она очень активный человек, и у нее масса проектов. Она заканчивала высшую школу экономики, политологию. Ну, все в папу, в общем, во всем, во всем родителям. Ну, кстати, вот, хотя вроде бы в наше время очень важно было защититься. Потому что за степень доплачивали. Да. За кандидатскую 50 рублей, за докторскую 100 рублей в Академии наук. Если это там за ФЛАП, то там еще больше. Поэтому очень надо было. Сейчас вроде не надо, особо не платят за степень, только это при прочих равных условиях, как свидетельство о квалификации. Но, тем не менее, сын кандидат юридических наук или дочь кандидат политических наук. Но дело, степень ни сыну, ни дочери не пригодилось. Они ни в науке, ни в системе такого классического образования не работают. И эта степень, как говорится, условия получения того или иного звания, доцента или, может, также профессора. Но, тем не менее, это действительно свидетельство того, что могут, как говорится, квалификацию свою подтвердить. Дочка занимается проектами, которые сейчас называются социальным предпринимательством. Сейчас так оказалось совершенно случайно. Ну, не случайно, наверное, после перебора многочисленных школ и так далее. У меня сейчас все внуки оказываются в одной школе. Поэтому, может, легче за ними будет присмотреть. Так, а теперь мы поговорим о вашей карьере, семейную тему. Будем считать, что мы закрыли. Поговорим о бизнесе, о политике, государстве, о том, чем вы, собственно, занимались всю, почти, в общем-то, свою жизнь. Вот мы с вами находимся в том здании, в котором в середине 90-х располагался Международный фонд реформы. И вы ведь хорошо знали академика Шаталина, который возглавлял эту форму. Наверное, других его соратников, и Абалкина, и Шмелева, видны были экономисты. И, вы знаете, я помню, как все они достаточно единодушно и крайне негативно высказывались о ваших соратниках тогдашних, то есть о молодореформаторах, о Гайдаре, с которым вы работали, не говоря уже о Бурбу Лисеевичу Вайсе. Ваш комментарий. Ну, вы знаете, когда я стал министром экономики в 94-м году по совместительству с вице-премьерством, вице-премьером я был и раньше, то первым делом позвал Станислав Сергеевич Шаталина и других академиков, и провел с ними не только встречу «Мозговой штурм». И потом меня, ну, моего всегда Стаса звали, Шаталина. Стас Шаталина говорит, слушай, говорит, вот какую ошибку вы, главное, сделали? Вы нас не позвали. Ведь дело же не в том, что вы не послушались бы нам, но вы должны были выслушать нас. Ведь вы же все наши, условно говоря, аспиранты, там, сотрудники и так далее. Неправильно поступили даже в морально-этическом плане. Я признал свою ошибку, взял, как говорится, и ответственность за бурбли, за Гайдара и так далее. Мы ведь с Егором Гайдаром, когда работали в Институте народно-хозяйственного прогнозирования, мы сидели с ним стенка в стенку, кабинеты наши были, и нашим боссом был Стас Шаталина. И мы тогда отвечали за так называемую программу научно-технического прогресса и его социально-экономических последствий на 20 лет. Как сейчас помню, эти 20 лет кончались в 2005 году. Один том, сводный, был научно-технический, то, что называется сейчас технологическим форсайтом, а второй был долгосрочный социально-экономический прогноз. Правда, в нем предполагалось, что это будет все-таки еще социализм, но с рыночным и человеческим лицом. И, безусловно, а когда мы пришли в правительство, мы, честно говоря, свой этот самый прогноз, за который отвечали, мы, мягко говоря, отложили в сторону. И, ну, ситуация, на самом деле, заставляла идти несколько иным путем и более, может быть, радикальные шаги делать, нежели то, что вытекало из этого 20-летнего прогноза. Но, действительно, и ведь многие, тот же Явлинский, Ясин, Меликьян и так далее, они были начальниками отделов комиссии по реформам, экономической реформе, которую возглавлял Абалкин. Леонид Абалкин был вице-премьером тире-председателем комиссии по эконом-реформе. Кстати, у меня тоже было предложение прийти в эту комиссию вот на такую же позицию. Но вот и программы, может быть, были неплохие для того времени, советского времени, но не было политической воли их реализовывать. То есть Абалкинская эта комиссия писала что-то достаточно, на мой взгляд, реформаторское, а Павловское правительство шло по пути наименьшего сопротивления. Цены поднять, какую-нибудь операцию с деньгами проделать с заменой денег одних на другие в течение, которые этой операции народ терял довольно много. И так далее. Поэтому на самом деле, я думаю, и Шаталин, и Петраков, и Абалкин, и Шмелев и прочие, наши старшие товарищи, с которыми мы провели много времени в дискуссиях академических о том, как реформировать советскую экономию, конечно, они обиделись. Обиделись, ну, с одной стороны, что сам факт этот, их невовлеченности, их мог обидеть. Ну, а во-вторых, конечно, если так возвращаться назад, многие, наверное, ошибки можно, многих ошибок можно было бы избежать, если бы мы посоветовались и бы лучше объясняли то, что мы делаем. И не только нашим старшим товарищам, академикам, но и людям. Поэтому вот тот факт, что когда вот мы начали с ними общаться спустя, может быть, там, три года после того, как вошли во власть, так сказать, и уже обид не было, а была готовность работать вместе, обсуждать что-то, на мой взгляд, это свидетельство того, что, ну, обиды не такие глубокие, да. Ну, вот сейчас, кстати, Столыпинский клуб тут рекламирует уже несколько месяцев свой доклад среди авторов, Абил Геевич Аганбегян, который у меня тоже особое отношение, поскольку именно он меня впихнул в бюрократию союзную. Когда-то к нему обратился министр иностранных дел, товарищ Варнадзе, и попросил порекомендовать ему молодого экономиста, который бы консультировал его как члена Политбюро по проблемам советской экономики и реформ в советской экономике. Тогда только что там приняли закон о кооперации, о выборах руководителей предприятий и так далее. И ему нужно было на Политбюро что-то говорить об этом. И вот у него появилась идея пригласить кого-то в качестве своего помощника, советника. Он обратился к Абилу Геевичу, а Абил Геевич порекомендовал пятерых. Среди коих оказался я, причем со мной он не советовался. Четверо согласились, один я отказался от этого предложения, причем отказался, встречаясь с Эдуардом Гросичем. Ну и... Ну что, вам надо было докторскую защищать? Нет, ну я отказался. Какой мотив был отказа? Мотив был простой, что я готов консультировать, да, вы готов лекции читать, его консультировать и так далее. Ну вы же понимаете, это же материалы Политбюро. Допуск нужен, да? Допуск нужен. Неужели это вам неинтересно иметь доступ к этим материалам, чтобы знать, а это же проекты, постановление партии правительством. Ну, аргумент у меня был в основном связан с тем, что я не очень понимаю, как в бюрократии жить. Ведь я все-таки долго в науке проработал. К тому времени об 13 лет. Ну, правда, работал в отраслевых институтах, в институте госплана, в ней труда, затем вот долго в Академии наук, в ЦИМИ, в том же заведовал лабораторией, потом в институте народно-хозяйственного прогнозирования. И действительно у меня была готова докторская, которую надо было только довести по бюрократическим этим этапам. И так получилось, что аргумент защиты докторской не сработал. Эдуард Томрович говорит, ну что вам, сколько отпуск вам нужно? Два-три месяца, чтобы завершить. Ну и плюс вот этот доступ к материалам. Ну, и он меня уговорил. И для него было удивительно, что кто-то отказывается от такого лесного предложения. Ну и на самом деле я был в МИДе такой белой вороной, безусловно. Зашел с улицы, непонятно как. То есть не кадровики вносили в мои бумаги. А я, выйдя от министра, натолкнулся на Игоря Сергеевича Иванова, который тогда заведовал секретариатом министра. Он сказал, ну что, договорились? Я говорю, да я честно говоря не знаю. Я отказывался, он там что-то предлагал. Ладно, анкетку на всех смущах заполню. То есть вот таким образом я попал в МИД, но не на дипломатическую службу, как когда-то хотел, а вот чисто, так сказать, такую советническую, консультационную. Ну, на самом деле, докторскую, я быстро защитил, поскольку советская, как говорится, система, она с уважением относилась к помощнику, члену Политбюро. Ну, тем более, я не чиновник, который там скомпинировал из чего-то, а у меня материалы все были результатом исследований в этом же институте, в том числе. Поэтому меня хорошо знали, поэтому я недолго тратил время на защиту и на подготовку работы. Но когда я защитился, естественно, я не думал, что сразу надо уходить обратно. И ушел из МИДа только, по сути дела, 19 августа 1991 года. Потому что до этого, я вообще-то говоря, уходил уже из МИДа, потому что Варнадзе ушел из МИДа в конце 1990 года. Это событие известно, в том числе, я так понимаю, потому что он ждал, что его Горбачев вице-президентом предложит, не предложил. Тогда, помните, предупреждал о грядущей диктатуре. Конечно, помню, с трибуны, да. Да. И когда он ушел, министром стал Александр Александрович Бессмертных. Ну, условно говоря, он не член полюбюро. Да, но, кстати сказать, уходя от Шива Варнадзе, он уже, видимо, знал, когда он уходил, еще не ушел из министерства, он мне предложил занять должность начальника управления международных экономических отношений. Я ему тоже не соглашался с этим. Ну, как же я буду начальником управления? Это ровно та бюрократическая должность, иерархия, с которой я, скорее всего, не смогу справиться. Тем более, у меня, говорит, что курирующий замминистра появится. То член полюбюро, а то там замминистра. Ну, в итоге, не знаю, почему он, как говорится, считал, что меня надо в МИДе сохранить. Но он мне предложил двойную должность, советник министра тире, начальник управления международных экономических отношений, что, конечно, не очень порадовало курирующего замминистра, поскольку я вроде и подчиняюсь, и мы в то же время, вроде ход на министра у меня есть. Ну, а когда пришел Александр Бессмертных, уже, так сказать, профессиональный дипломат, без полномочий влезать в экономическую политику и так далее, я засобирался из МИДа, и более того, даже был избран общим собранием Академии наук директором Института проблем занятости, который был тогда создан по инициативе тогдашнего председателя Госкомт труда и затем первого вице-премьера Владимир Иванович Щербаком. Но вот до работы дело не дошло, хотя я занимался активно формированием уже кадров института, потому что, ну, во-первых, мне предложили пост министра труда в правительстве Силаева, и я долго размышлял, стоит ли в российское правительство, которое является второстепенным по сравнению с союзным правительством, идти на должность министра, или все-таки более перспективно это позиция директора института. И склонялся ко второму варианту. Ну, а когда грянули события, путь ГКЧП и так далее, я понял, что неудобно отказываться, потому что это будет воспринято как, ну, мягко говоря, трусость. И поэтому я 19 августа написал заявление, что ухожу из МИДа, отправил в Портком МИДа свой паркбилет. А вы вышли из партии тогда же, да? Ну, вышел так, что я не знаю, где мой паркбилет, потому что секретарь Порткома тогдашний, когда ему спросил, куда паркбилет отправить, он, так сказать, перепугался очень сильно и уговаривал не оставить его при себе. Потому что процедуры такой, сдачи паркбилетов не было. Он у вас еще не остался? Нет, я его отправил в Портком, не знаю, где паркбилет мой находится. Ну, и буквально спустя, там, пару дней после подавления Путча вышел указ о назначении моего министра труда. Ну, а дальше уже... А вот в перестроечные вот эти годы, которые, ну, после 85-го года, да, после апрельского выступления Горбачева, имел значение партийный стаж при всех этих значениях? Потому что вы ведь вступили достаточно в молодом возрасте, 22-23 года вам были, когда вы стали членом КПСС. Нет, нет. Написано в 1974-м год написано в Википедии. В 1974-м году я закончил МГУ, а вот в партию я вступил в году в 1979-м, что ли, ну, учитывая годовой кандидатский стаж. И, честно говоря, конечно, карьеристские соображения были. Не то, чтобы они были условиями. В 70-е это очевидно, начало 80-х. А вот в постбрежневскую эпоху это имело значение, этот стаж, или уже нет? Вы знаете, я вот в этих академических институтах оказывал все время на каких-то партийных постах. Зам. Секретаря партийной организации там. Я все время говорил, что только не по идеологии. Давайте по производственной работе. Было там три классических зама. По оргработе, по идеологии, по производственной работе. Производственная самая безобидная такая была. И вот в Институте народного хозяйства прогнозирования был зам. секретаря. Ну, смешно то, что, например, машинка заработала. И, например, я читал лекции в Институте марксизма и ленизма при Райкоем партии. А в какой-то момент мне сказали, что и те, пора пройти курс молодого бойца. И отвертеться не удалось. Ссылка на то, что я вроде им читаю, не сработало. Мне пришлось слушать лекции моих товарищей, так сказать, и получать, как говорится, подтверждение того, что я идеологически выдержал. На самом деле, понятно, что уже это в середине 80-х годов действительно большого значения такого не имело наличие паркбилета в кармане. Но отсутствие паркбилета могло при прочих равных условиях помешать продвижению. Но это не значит, что с паркбилетом можно было быстрее сделать карьеру. Ну, как-то уже нейтральное такое отношение. Вот лидер партии, функционером которой вы сейчас являетесь, недавно совершенно потряс общественность в Крыму заявлением, знаете, сказав, что денег нет, но вы держитесь, всего вам хорошего. Это сейчас не только интернет-мемом стало, но и воспринимается как слоган вашей партии. Скажите, а денег так и не будет, по вашим прогнозам? Вы знаете, вот буквально на днях состоялся президиум экономического совета, где обсуждались разные стратегии экономической политики. Ну, одна из таких стратегий, связанных с тем, что надо подпечатать денег, связав их, окрасив, чтобы они строго шли на инвестиционные проекты, на инновации и так далее. Ну, другое дело, что у нас как-то не сложилось за последние десятилетия механизма, так сказать, жесткого целевого расходования. Инструменты здесь у нас бюрократические, административные скорее, а нужны, наверное, более рыночные. Поэтому моя позиция, что сначала думать надо не о сумме, сколько пустить на эти проекты инвестиционные, а об инструментах и механизмах, которые гарантируют, что деньги действительно дойдут. Я думаю, вот этот компромисс мы сумеем выработать в ближайшее время. Что касается денег пенсионерам и так далее, ну, мне кажется, что на самом деле не совсем верное получилось акцентирование логическое. Ведь на самом деле то, что хотел лидер партии сказать, это то, что нельзя в отдельно взятом регионе повысить пенсии, да, ну, это, во-первых, если повышать, то во всей стране индексацию проводить. Ну, денег сейчас нет. Но официальная позиция, что по итогам полугодия, будем посмотреть, что называется, есть деньги или нет. И вот то, что нефть перевалила психологический рубеж 50 долларов за баррель, позволяет говорить о том, что деньги можно найти. Потому что, когда расчеты делали, то предполагалось, что бюджетные партировки базировались на цене нефти в 40 долларов. Тут уже 50, тут уже аргумент, так сказать, что пока денег нет, да, но, тем не менее, еще же месяц, так и завершение в полугодие почти, поэтому может и появиться. Ну, на самом деле, действительно, тут споры были и тогда, когда индексация была на 4%, вместо индексации по инфляции предыдущего периода. Пришлось закон даже корректировать. Ну, честно говоря, беда наша в том, что мы, на мой взгляд, отодвинули в сторону пенсионную реформу как некое системное решение. Обсуждаем, есть ли деньги на индексацию и повышать или не повышать пенсионный возраст. Но это, на самом деле, не позволяет принципиально решить эту проблему, пенсионную систему. Действительно, там много есть других сюжетов, и мы, честно говоря, уже 15 лет реформируем пенсионную систему, мы никак ее не можем дореформировать. И они определенно здесь очень высоки. Ну, на самом деле, честно говоря, премьер, выступая в качестве премьера, вынужден, так сказать, наверное, думать о том, что он еще лидер партии. Поэтому, я думаю, корректировка, наверное, будет в позиции. И правительство тоже. Вот только надо понять, в каком качестве Дмитрий Анатольевич делал это заявление. В качестве премьера и в качестве лидера партии. Мне кажется, что все-таки в качестве премьера. Действительно, сложная ситуация такая, когда одному и тому же человеку нужно в двух ипостасях выпускать жесткую позицию как премьеру и более приемлемую для электората в качестве лидера партии. Ну, поскольку я несколько раз участвовал в парламентских выборах в 93-м, в 95-м, в 99-м и так далее, и в разных ипостасях. И, честно говоря, не хочу попытаться повторить. Ну, мы будем исходить из того, что вообще все самое плохое пусть останется позади. Будут деньги или не будут, мы продержимся. Я надеюсь, все спасибо вам за беседу. Да, все хорошо. Спасибо. Вы знаете, что-то мне казалось, что нам еще времени не хватило, потому что разговаривался я вроде бы, но о самом главном не сказал, о том, как мы в РСПП отстаиваем системные интересы бизнеса, как взаимодействуем с властью, с президентом, с правительством, с губернаторами и так далее. Я думаю, мы только подходим к главным темам, и вдруг раз. Спасибо, до свидания. Я считаю, что надо через некоторое время встретиться еще. с губернаторами и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok